Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как Самара готовится отметить годовщину гагаринского полета? Какое участие в мероприятиях примут дети? И что сегодня нужно знать о космосе? Об этом говорим сегодня. В нашей студии директор Центра детского творчества «Радуга успеха» Анна Лисовская и директор Центра технического творчества «Интеграл» Герман Железников. Здравствуйте, Анна и Герман. Скажите, пожалуйста, несколько слов о ваших центрах. Есть у них какая-то своя направленность, специфика? Сколько детей там занимается? И главное, в каких районах города вы расположены? Центр детского творчества «Радуга успеха» находится в промышленном районе. Существует центр уже более 35 лет. В нашем центре занимаются ребята, начиная с 4-летнего возраста и до 18-го, в отдельных случаях до 21-го года. Основное наше направление – это техническое творчество. В нашем центре занимается более 700 ребят из близлежащих школ и микрорайонов нашего города. А если вот 4 года, то уже, наверное, из детских садов к вам приходят? На базе наших центров работает группа дошкольников, которые на 4 часа принимают детей дошкольного возраста, которые ожидают… А есть такие много? Вот удивительно, кто вот в 4 года уже ходит к вам в центр заниматься, дети? Ходят, ходят заниматься. Родители с радостью приводят детей. Для них проводятся и занятия, и праздники, и развивающие занятия. И все-таки тема техники, и даже для вот таких маленьких тоже она как-то… Да, конечно, им это очень интересно. Они занимаются и начальным техническим моделированием, собирают конструктор – это тоже самое техническое творчество. Да, да. Вот Герман тоже много может рассказать о техническом творчестве, потому что название его центра – это уже профилирующее слово, да? Расскажите вот о специфике. Да, действительно, наш центр – это единственный центр в городе, который является чисто техническим центром. Хотя нам не мешает это заниматься декоративно-прикладным творчеством с детьми. Также у нас существует группа дошкольников, кратковременное пребывание, четырехчасовые. Но в основном это те дети, родители которых не хотят отдавать детей в свой детский сад, то есть они воспитывают их сами, и мамочкам, если с утра нужно освободить время для каких-то хозяйственных нужд, то эти детки ходят к нам вот заниматься по коротким образовательным программам. Соответственно, наш центр занимается, помимо того, что с дошкольниками, это еще дети, как Анна Игоревна сказала, от 4 до 18 лет. У нас такой же регламент работы с детьми. Но направление деятельности – это основные направления робототехника, сейчас очень популярно развивается 3D-моделирование, 3D-конструирование. У нас в нашей базе имеются и 3D-принтеры, и 3D-сканеры. То есть дети, помимо того, что занимаются автомоделированием, судомоделированием, еще осваивают современные такие направления. Заинтриговали роботами, это прямо невозможно. Уже вот вы своих каких-то, ну, понятно, что невысокоинтеллектуальных, но все-таки какие-то модели роботов вы уже сделали, ваши воспитанники? На самом деле наши воспитанники работают на данный момент на базовых наборах конструкторов «Лего Монстром». То есть это конструктор, на базе которого проводятся не только областные, российские соревнования, но и олимпиады мировые проходят различного уровня. И непосредственно в прошлом году наши деятельности нашего центра принимали участие в московском фестивале «Робофест», где заняли четвертое место именно воспитанникам моего центра. А вы сколько лет уже работаете в этом центре? Я работаю в этом центре 4 года. Ну вот технику по образованию, наверное. Я по образованию педагог, физико-математическую. А, педагог и все-таки физико-математическую. Вот это оправдывает ваше назначение. Скажите, пожалуйста, вот за это время как-то меняется отношение вот к таким высоким технологиям? Появляется больше интереса или нет? Вот что вы замечаете? В первую очередь нужно сказать, что такая заинтересованность появляется у наших, так сказать, непосредственных учредителей. Начиная с нашего губернатора Николаевича Меркушкина, который проявляет сейчас активный интерес именно к развитию технического творчества, так как Самара становится, да и становится уже стала основным, так сказать, космическим кластером нашего, так сказать, не только региона, а вообще всей России. Вот, соответственно, на техническое творчество сейчас делается основной упор. И техническое творчество развивается не только в центрах технической направленности, Но сейчас активно внедряются образовательные программы технической направленности во всех центрах дополнительного образования, многопрофильных. А какое у вас оснащение? Вот это же такое направление требует специального оборудования, так скажем, не страдают? Несколько лет назад была разработана в городе городская целевая программа, направленная на развитие технического творчества. В рамках этой программы были приобретены определенные технические наборы по робототехнике, оборудование. Это небольшие станки профильные именно по техническому творчеству. Поэтому в данный момент при поддержке нашей администрации нам позволит сильно развиваться. У нас получается занимать достойное место на высоких олимпиадах. Да, и с компьютерами, наверное, тоже все это связано, потому что сейчас без компьютеров никуда. Ну, компьютерное творчество – это основное наше направление. То есть изначально центр занимался как раз компьютерным ликбезом, скажем так, потому что в свое время компьютеры были не во всех школах. И достаточно интересная тема была, когда, естественно, в домах у нас тоже не было компьютеров, и большое количество детей проходило обучение именно на базе нашего учреждения. И на сегодняшний момент мы даем определенные азы по владению компьютером уже детям с начальной школы. То есть есть разработаны программы специальные для детей. То есть это и компьютерная азбука, и компьютерная грамотность. Ну, соответственно, и 3D-технологии тоже на более высоком уровне. – Фору дадут и взрослым, да? Вот по компьютерам, по технике? – На самом деле наши дети фору дадут нам в основном, так сказать, в игровой индустрии. А то, что касается пригладных программ, конечно, здесь дети у нас хромают, им не хочется этим заниматься, и нам приходится их немножечко как бы… – Понятно. Вот скажите, пожалуйста, Анна, вы работаете в рамках дополнительного образования. А вообще цели у дополнительного образования, они какие? Вот в общем, если формулировать, потому что, ну, понятно, родители приводят ребенка, ну, чтобы он дома не сидел чем-то, был занят и еще что-то. А вот педагогика на что направлена? – Направлена, конечно, на развитие личности ребенка. Потому что в школе все-таки это обязательные предметы, а у нас ребята могут раскрыться в абсолютно другом направлении. Опять же, техническое творчество у нас более распространено в наших центрах и более разнообразно. То есть это и авиамоделирование, и автомоделирование. Пока не все эти кружки и робототехника, и есть беспилотные технологии. Да, это беспилотные летательные аппараты, также преподаются такие объединения, есть и на наших учреждениях. – А вы их запускаете? – Конечно, запускаем, и на практике, и есть фестивали по беспилотным летательным аппаратам. Приглашаем вас. – Да, ну, очень интересно. Ну, мы плавно перешли к теме космоса с беспилотными аппаратами. Приближаемся мы к такой юбилейной дате, красивой, да, 55 лет первому полету человека в космос. Скажите, пожалуйста, вы, конечно, какое-то направление уже отрабатываете к этой дате? Чем занимаетесь? Чем детей? – Я скажу первое, да? – Вообще, в преддверии празднования 55-летия первого полета человека в космос работа по этому торжественному мероприятию началась еще в 2015 году. И началась она при поддержке, значит, городской нашей администрации в лице департамента образования. И департаментом образования при поддержке наших двух учреждений были организованы поездки, так называемый «звездный десант». То есть дети, победители различных творческих конкурсов, соревнований, фестивалей были удостойны награды в виде поездки. 23 человек у нас съездило на Байконур в прошлом году на запуск космического корабля. – Детей? – Дети? – Да, дети. – На космосе, я не каждый взрослый, я себе позвоню. – Дети у нас «Самлита», дети «Лапа», лицеавиационного профиля. Ну и еще ряда учреждений технической направленности. Это у нас было в… – В «Звездный городок». – В «Звездный городок» у нас была поездка в октябре. У нас тоже ездили 25 человек детей. – А кто вот это спонсировал? – Это в рамках городского проекта, который называется «Звездный десант» как раз. – Да, понятно. – То есть там было частичным финансированием. То есть основная финансовая нагрузка легла на плечи, конечно, наши. И родители частично финансировали детям просто поездку. – Да, но впечатлений, наверное, масса. – Да, впечатлений масса. Дети побывали в «Звездном городке», дети побывали и в гидролаборатории, и дети посмотрели, как работает центрифуга. Им даже повезло, они сумели встретиться и сфотографироваться даже с итальянским космонавтом, что вообще большая редкость. – Да. – То есть детей было много впечатлений. – Они и так-то редко летают, да? – Да, да. – На недавней встрече ребят, они делились своими впечатлениями с действующим космонавтом, героем Российской Федерации, Олегом Дмитриевичем Каноненко. – Да, встреча состояла 23 апреля. – Вы подготовлены, да, вы прямо вот к этому мероприятию. – Мероприятие. – Но все равно еще чем-то продолжайте. От того, что слетали на Байконур, то, наверное, это уже в прошлом. А вот сейчас, вот к такой дате, что вы готовите? – Ну, на самом деле, конечно, основные наши мероприятия все будут проходить 12 апреля. В связи с поручением вице-губернатора, руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрия Евгеньевича Овчинникова, значит, торжественные мероприятия, 12 апреля посвященные, будут проходить на базе музея космонавтики, который находится у нас на проспекте Ленина. Это где ракетка находится. – Самара космическая, да. Праздник будет носить название «На встречу к звездам». В соответствии, для участия в этом празднике будут приглашены почетные гости, в которые, естественно, будет губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, глава городского округа Самара Олег Борисович Фурсов у нас будет гостем, представитель думы городского округа Самара Галина Геннадьевна Андреянова. Также будут ветераны, работники РКЦ «Прогресс», учащиеся в муниципальных образовательных учреждениях, ну и жители ближайших районов. – А среди участников детей, там же не только воспитанники ваших центров будут, да, там же много, наверное, будет. – Приглашаются и школьники, и другие центры, воспитанники. Народу предполагают, что будет много учеников. – В данном мероприятии у нас планируется, мы планируем, чтобы у нас принято участие порядка 90 тысяч школьников. – Вот вообще, в целом, вот 12 апреля. – Да, в рамках празднования 12 апреля. То есть эти мероприятия будут проходить не только на базе музея, но и по всему городу, по всем учреждениям. – А на ваши воспитанники в каких вот таких интересных будут задействованы еще? А, или вы еще не все рассказали. – Мы спросили про воспитанников, пожалуйста, мы вам расскажем про наших воспитанников. То есть наши два центра принимают непосредственно участие именно в праздновании этого мероприятия на базе музея «Самара космическая», где будут проходить и праздничный концерт с участием не только наших учащихся, но учащихся еще и других учреждений дополнительного образования. Там будет организована выставка детского технического творчества, где как раз будут представлены работы наших воспитанников, и не только наших. Там будут проходить мастер-классы, которые будут проводить педагоги наших образовательных учреждений. Это будет и техническое творчество, это будет и декоративно-прикладное творчество. Там будет организован пленэр для художников. Это дети, воспитанники детской художественной школы номер один будут показывать нам свое мастерство. – Парад авиамоделистов. – Парад авиамоделистов. С своими работами. Ребята в колонны пройдут вокруг здания музея. А запускать вывод беспилотные свои? Мы будем запускать ракеты. Мы будем запускать ракеты. Беспилотные технологии пока там не так безопасны при таком количестве народу. Поэтому для нас главной безопасности это можно будет увидеть чуть позже. Опять же, в рамках этого мероприятия будут проводиться соревнования по автомодельному спорту. Тоже на площадке перед музеем. Ну, соответственно, приглашаем всех жителей города. То есть посмотреть на это зрелище. Знаете, вот сейчас вот слушаю вас и думаю, наверное, вот еще одной целью вот всего этого, это не то, что привить интерес и любовь детей к такому направлению, а еще их мотивировать профессионально продолжить вот это все. Потому что если человек уже заинтересуется, влюбится в это все, он может и профессионально потом карьеру сделать на это. У вас есть такие случаи, что ваши выпускники-воспитанники, ну, может, не выпускники, а вот кто-то заявляет уже сегодня, что я пойду поступать там туда-то? Одно из направлений нашей работы, конечно, это является профессиональное самоопределение ребенка. И многие наши мероприятия нацелены именно на это развитие ребенка. И в нашем учреждении проводятся ежегодно мероприятия совместно с вузами. То есть одно из них, вот буквально недавно прошло, в конце марта, марафон историко-технический «От колеса до космоса». Проходил он в СГАУ, в едином нашем вузе, с участием профессуры, которые смотрели на выступления ребят, кого-то отмечали. Наверное, ребята демонстрировали свои успехи. И наш марафон был посвящен естественному космосу. То есть все-все-все темы выступлений были посвящены космосу. Там говорили МКС, рассказывали про Бауран, представляли свои творческие работы и выполненные руками ребят ракеты. Некоторые даже попросили оставить музеи СГАУ. Поэтому я думаю, что, конечно, у нас и примеры у нас такие есть, когда ребята после нас поступают и в технический университет, и в аэрокосмический университет, и с радостью там учатся. И потом возвращаются к нам уже педагогами. Конечно, пройдя определенную переподготовку. Понятно. А кроме, ну понятно, что у вас основной партнер это аэрокосмический университет, а еще есть какие-то учебные заведения, с которыми вы сотрудничаете? Самарский государственный университет, Путей сообщения. Мы с ним проводим также. У нас есть такой фестиваль юных изобретателей, который мы проводим уже 6 лет на базе этого университета. Члены жюри всегда являются преподавателями этого вуза. Они проводят для ребят обширную, очень интереснейшую экскурсию по своему университету. Знакомят с бытом студенчества, со всеми корпусами. А почему именно туда? Потому что там, наверное, заинтересованные люди работают. Им это интересно работать с ребятами. И юные научные наши ребята, которые студенты, они также открыты для детей, и они также делятся с ними своими успехами, своими работами. Понятно. Вот еще такой момент познавательный и момент интереса, что немаловажно детям, да? Если им интересно, то все уже, там 50% залога успеха. Вот что нужно сегодня знать о космосе, о чем мы мало знаем в этой космической теме, вот эти направления, вот вы, какие знания детям даете из космической сферы? Вот что актуально и важно знать? Потому что вот, ну мы все слышим, там, космос, космос, ракеты летают, еще там что-то. А вот по большому счету таких вот, таких вот хороших научных даже знаний, наверное, немного у нас всех. Вот для детской аудитории. Ну, для детской аудитории, наверное, не столько наши центры специализируются именно на космической направленности, потому что мы занимаемся чисто техникой, конечно. И дети могут особенности космоса понять только, если они, допустим, делают модель ракеты или модель какого-то летательного аппарата. А хотелось бы все равно побольше знаний вместе с этим. А вот если наши дети хотят узнать именно больше о космосе, именно о тех процессах, которые в космосе проходят, вообще о звездном небе, то здесь у нас, в нашем городе существуют два учреждения, на базе которых у нас имеются свои планетарии, имеются свои астрономические кружки. Это учреждения Центра внешкольного образования и творчества и Центр внешкольной работы поиск. На базе Центра внешкольной работы поиска уже много лет работает прекрасный преподаватель Медведева Эльза Михайлова. Она очень известный человек в городе, в узких кругах. Тем не менее, она воспитала большое количество астрономов, юных, которые в свое время потом пошли учиться по этой направленности. Вот там дети изучают уже целенаправленно все глубины космоса, все загадки, которые с ним связаны. А вам кажется, с какого момента нужно начинать формировать у ребенка интерес к космосу, с какого возраста даже? И вот в вашем Центре вы как познавательный реализуете аспект? Ну вот как раз познавательный аспект мы это реализовали в этом году на нашем марафоне историко-техническом, потому что все темы были розданы именно, как я уже говорила, посвященные космосу. И помимо того, что ребята, каждый готовил свою работу, они еще и слушали друг друга. Соответственно, на марафоне все вопросы, которые касались космоса, начиная с истории освоения и заканчивая современными летательными аппаратами и даже космическим туризмом, ребята все это услышали от своих сверстников. Наверное, это наиболее ярко демонстрирует интерес детей. А также, на мой взгляд, очень интересно и рождает такую заинтересованность колоссальную как раз встреча с космонавтами действующими, потому что было столько вопросов Каноненко. Просто мы его еле-еле отпустили. Вопросов очень много. Опять же, в рамках подготовки празднования 50-летия полета человека в космос на базе СГАУ в этом году проводились, они каждый год проводятся так называемые королевские чтения. И в этом году эти королевские чтения отличались тем, что дети имели возможность пообщаться напрямую с МКС. То есть был организован телемост для детей. И на самом деле на эти королевские чтения съезжаются дети вообще со всей России. У нас в этом году даже была делегация из Якутии в количестве 20 человек. Ух ты, интересно. То есть детям была предоставлена возможность. Они задавали вопросы космонавтам в прямом эфире. В прямом эфире космонавтам отвечали на эти вопросы. Соответственно, это является тоже немаловажным стимулом для будущего самоопределения ребенка. То есть не каждому в жизни вообще посчастливится увидеть живого космонавта. Потому что пообщаться с МКС это вообще праздник. Я даже запомнила один вопрос, мальчик задавал. Что будет, если мокрое полотенце в космос вытащить, что будет с полотенцем? Казалось бы, такие вот вопросы. Дети задают именно те вопросы, которые их больше всего интересуют. То есть взрослому человеку даже голого не придет иногда задать такой вопрос. Да, да, да. Анна, а вы как связаны вообще с дополнительным образованием и с темой космоса? У вас есть какая-то связь? У вас же тоже техническое направление. Вот как вы вообще попали в дополнительное образование? Я сама как руководитель? Да, да, да. Ну, наверное, в дополнительное образование, во-первых, попало, наверное, с детства. Потому что тоже занималась в различных кружках. И танцами занималась. И начинала даже техническое моделирование. Начинала заниматься. Затем попала в Центр дополнительного образования, который находится в промышленном районе. Сейчас он называется «Искра». И буквально оттуда выросла постепенно-постепенно. Уже более 20 лет я в системе дополнительного образования работаю. И с космосом. Ну, наверное, больше всего связана моя дедушка мой, который работал на заводе «Фрунзо», и папа. Вот, наверное, так. Но все равно, вот видите, у вас… Ну, а Центр технический, естественно, вынуждены углубляться в эту сферу. Когда организуем какие-то мероприятия, тем более в рамках празднования такой большой даты, конечно, мы с вами сначала штудируем все вопросы. Сейчас мы планируем, вот буквально в понедельник будет проведен нашим учреждением совместно с департаментом и с Аэрокосмическим университетом будет проведен диспут на тему «Это загадочная вселенная», которая будет принимать участие также воспитанники и учреждения дополнительного образования, и ребята из школ, которые смогут подискутировать с профессурой. А о чем тут можно спорить? А, с профессурой? Конечно, с ГАУ. Опять же, показать свои знания. Как о чем спорить? Что будет, если взорвется солнце? А что можно с собой взять? Вот это вот. В космос. Каждый сможет проявить в себя свои творческие способности тоже. И знания, конечно же. Ну а в итоге, наверное, наш гость из ГАУ, из университета, наверное, какую-то единую истину нам расскажет. Да. Какой он должен быть современный космонавт? А у вас есть ответ на этот вопрос? Я надеюсь, что вместе со всеми получу его от наших более квалифицированных. Мне кажется, что-то очень интересно, когда человек углубляется в какую-то тему, он что-то открывает для себя новое и интересное. Вот вы, углубившись в подготовку к этому мероприятию, что-то открыли для себя новое или нет? Вот это возможно взрослым людям заниматься? Мы каждый день открываем что-то новое. Нам очень сложно углубиться в какую-то конкретную тему. Но, тем не менее, я для себя тоже сделал небольшое открытие. Мои педагоги в рамках подготовки мероприятия «От колеса до космоса» взяли себе темой «Космический туризм». Я никогда не подозревал даже, что уже на самом деле давно существуют технологии по космическому туризму, что разработаны космические корабли, которые даже уже опробованы, именно направлены только на работу с космическим туризмом. И дети на базе нашего центра сделали макет такого корабля. То есть он сделан в определенном масштабе, но он сделал один к одному, как он на самом деле существует. То есть дети углубились в эту тему. Мы вместе добывали информацию в интернете и из литературы. То есть такое направление тоже для меня было открытием, как космический туризм. Именно стопроцентный космический туризм не связан с запуском наших космических кораблей. И дети, наверное, тоже захотели полететь. Конечно, я тоже в безобразной степени заинтересовал. Да, да, да. То есть все это становится со временем, чтобы были доступны и доступны. И вот еще такой вопрос. Вот если вы встречались с космонавтами, как космос меняет человека? Вот после того, как человек побывает в космос, вы что-то на личном уровне ощутили? Вот такое. Говорят, что меняют, что по-другому люди на все смотрят. А вот что такое происходит? Вы знаете, наверное, у Олега Дмитриевича Каноненко, может быть, это даже не произошло, потому что он к этому стремился всегда, как он говорит. Я как родился, я родился с этой мыслью. Поэтому я думаю, что если он к этому стремился, и этого ждал, и шел к этому, то, наверное, сложно по этому поменяться. На самом деле настоящий космонавт, он формируется все-таки не в космосе. А именно предварительная работа и подготовка к этому космическому кораблю как раз и меняет человека. И, соответственно, что такое полет в космос? Полет в космос — это уже конечная точка. Он достиг своей цели человек. А, естественно, пройти вот все вот эти вот этапы. То есть один звездный городок, я говорю, наши дети, когда увидели вот эту систему подготовки, они поняли, насколько там все, конечно, очень достаточно серьезно и сложно. И, конечно, космонавтам становятся на Земле. Понятно. Вот вы этим и занимаетесь. Вот у вас нет таких вот амбиций, кого-то вот в космонавты отправить. Амбиций у нас, конечно, есть, пока нет желающих. Но мы ищем, ищем звездочек. Основная цель нашей работы, конечно, это не только работы с детьми массовой, но это еще, конечно, поиск одаренных детей. Однозначно. И выявление среди общей массы детей, конечно, одаренных детей для нас на сегодняшний момент тоже является приоритетным направлением. У нас только что состоялась рабочая поездка в Сочи, в центр «Сириус». Мы ездили в... Это хорошо, как вы, то на Байконур, то в Сочи. Да, это была рабочая поездка уже именно директоров школ, директоров учреждений дополнительной направленности. Потому что центр «Сириус» — это сейчас одно из направлений, приоритетных для нашего президента. Это центр для работы, всероссийский центр для работы с одаренными детьми. Находится он в Сочи, то есть на базе олимпийских объектов он создан. И вот мы как раз ездили, он работает уже практически год. И что, да, что вы как-то за опытом? Да, мы ездили обмениваться опытом. Это центр, который занимается именно работой с одаренными детьми по нескольким направлениям. То есть это спортивные направления, такие как хоккей, такие как фигурное катание. Это направление искусства, где представлен балет, где представлены художники. И, соответственно, направление наука — это физика, математика — основные приоритетные у них сейчас направления. Ну, они сейчас внедряют еще химию и биологию. Вот в рамках этой поездки у нас состоялся обмен, так сказать, нашим опытом. Мы посмотрели на их опыт, поняли, что мы не самый худший регион в этом направлении. Наши дети уже попали, некоторые в этот центр «Сириус» в этом году они там побывали. Наш педагог, Кочережка, который стал учителем года в этом году, сейчас находится непосредственно там в центре «Сириус». Он ведет свои курсы. Ух ты, интересно. То есть специфика работы этого центра заключается в том, что там нет постоянного педагогического состава. И работа его заключается в том, что дети приезжают на смену трехнедельные. То есть если это спортсмены, это спортивные сборы. Если это дети, занимающиеся наукой, физикой, математикой, то это исключительно подготовка к международным олимпиадам. И самые лучшие педагоги, профессура приезжают туда в центр, работают с нашими детьми тоже. Да, интересно. Вот мы проговорили уже про познавательный такой аспект, воспитательный, творчество еще. Что у вас все-таки центр детского творчества. Вот как творчество у вас задействовано? В каких программах, мероприятиях, моментах? У нас везде, во всех объединениях абсолютно. То есть это и праздники, и соревнования, и экскурсии, и лагеря дневного пребывания, и профильные смены. Везде наше творчество востребовано. Детское творчество, конечно же. И в городе сейчас, в рамках празднования 55-летия полета Гагарина в космос, конечно, творчество впереди. И проводится очень много мероприятий, запланированных, и уже начали проводиться. То есть проводится конкурс рисунков, фантазии о космосе. Вот именно важно, что конкурс, потому что таких творческих, талантливых детей их нужно поощрять, да, чтобы их заметили, чтобы их оценили. Ребену очень важно что-то получить за свою работу. Да, да, конкурсы есть, да? Конкурс очень много. В соревновательный момент в определенной степени мобилизует ребенка и мотивирует его для занятий. Ну вот, хорошо, что конкурсы есть. Их очень много. Очень много конкурсов. Ребята и рисуют. И выставка планируется на базе Центра детского творчества «Мастер Плюс», посвященная, конечно же, космосу. Эта выставка ежегодная, но в этом году она приурочена именно к этой дате. Даже в учреждении дошкольного образования проводится конкурс на лучшее оформление уголков, посвященное космической тематике. Поэтому творчество прослеживается во всех абсолютно учреждениях. Да, конечно. И еще общение с родителями вам что-то дает? Или, в принципе, вот привели ребенка, там забрали? Вы знаете, специфика работы с детьми, которые занимаются техническим творчеством, заключается в том, что к нам дети в большей степени приходят по собственному желанию. Без родителей уже. Порой родители иногда могут даже и не знать, где в этот момент находится их ребенок. Вот в этом наша беда. Потому что наши родители хотят, чтобы наши дети занимались спортом, наши дети пели, плясали. А техническое творчество для родителей пока остается как-то в стороне. Они не очень стремятся почему-то своих детей именно отправить к нам. Значит, у вас задача популяризировать? Этим мы и занимаемся. Мы выходим на родительские собрания ежегодно, которые проходят в начале года. То есть мы рассказываем о наших центрах. Мы говорим, что во всех наших центрах все занятия проходят абсолютно бесплатно. То есть, соответственно, дети, даже придя заниматься к нам в фотостудию, ребенок, отучившись 2-3 года, по сути дела, получает профессию фотографа. Соответственно, ребенок уже не пропадет. На хлеб с маслом он всегда себя заработает. Здесь тоже уже большой плюс. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы родители были более активны в этом плане. Хотя, конечно, есть очень заинтересованные родители. Особенно родители сейчас интересуются таким направлением, как робототехника. Очень много приводят детей на это направление. Конечно, это очень интересно. Вот Анна хотела, чтобы добавить. Я как раз хотела сказать, что не так давно, опять же, буквально неделю назад мы провели городской конкурс среди семейных команд по робототехнике. То есть там ребята были вместе с родителями. И как раз я хотела сказать о том, что те родители, которые приходят к нам в учреждение вместе с ребятами, наверное, остаются надолго. Потому что они проходят весь этот путь вместе с ребенком. Они возят их на соревнования. Они их поддерживают. Это главные наши помощники, наши опоры. Естественно, какие-то поездки, которые на соревнования достаточно дорогие. Они при поддержке администрации, но и помогают, конечно, немного родители. Немного. Потому что частичное финансирование. И родители вот на таких соревнованиях проявляют себя, не поверите, наверное, еще ярче, чем дети. Когда они вместе с своим ребенком переживают, болеют и стараются победить. То есть они наравне со своим ребенком. Да, ну вот это хорошо, потому что семья – это, конечно, главное в нашей жизни. У нас остается буквально минутка. Вот последний вопрос. Как к вам попасть? Вот есть ли какие-то лимиты по количеству детей в группах? Там еще что-то по времени, по возрасту еще? Или это все легко? Учреждений дополнительного образования достаточно много. Сеть очень велика в нашем городе. В каждом районе есть и не одно учреждение дополнительного образования. А из другого района к вам? Можно абсолютно. У нас нет привязанности к району, поэтому всех мы рады видеть. Конечно, у нас есть определенные лимиты в рамках муниципального задания. Но я думаю, что возможности попасть в учреждения дополнительного образования есть у всех. И найти себя в наших учреждениях очень легко. Да, ну что ж, спасибо большое за то, что пришли, рассказали так интересно о своих центрах детского и технического. И творчества, творчества. Всего вам хорошего. С наступающим праздником. До свидания. Спасибо большое за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!